доброе утро у меня на утро у кого-то день у кого-то вечер ну пусть она будет для всех добрым тут без 15 8 вот этом место где я буду выгружаться я пошел сделать чекин и сейчас будем заезжать поехали а так не парковаться на этой дорожке шапочку обязательно одеть не забудем вот сюда мы въезжаем тут у них офис справа я уже там был главном офисе мы были поехали сказали где нам встать и выгрузиться ну поехали мужик уже выгружается он передо мной заехал а я проспал тут и склад большой складище склад пойдем узнаем где-то тут так встал в рамку сказали ждать ждать когда привезут рэмпу и выгрузят меня все ожидаем сказали переехать трошки в другое место мы переедем сказали переедем так встал ждем так дверь открыл пломбу снял дверь открыл все окей ничего никуда не делась не упала все пломба валяется лаудлаки не забыть ждем сейчас привезут рэмпу поставят уже один ящик выгрузил уже один ящик выгрузил просто форклифтом они с краю стоят ну и выгрузят так все ждем ждем выгружают помалу трясут машину наверно в течение 15 минут выкидают повез куда то что то склад там у них склад рядышком туда и перевозят все ребята выгрузился получил новый адрес и уезжаем ребята проехал я Сиэтл благополучно в этот раз не заблудился как-то более легко было проехать чем туда ну да ладно ну и сейчас доеду до загрузки 28 миль мне еще ну знаю может быть сразу загрузят а может быть придется ждать до трех часов загрузка вообще-то у меня в 3 а сейчас где-то 11 доедем разузнаем нет подождем ну и все собственно проеду еще чуть-чуть ох мент проеду чуть-чуть кого-то тормознуло это скорость других причин в общем то и как бы и нету ну и стану до завтрашнего утра буду ехать на рекепе а на сегодня у меня тут остаток вообще где-то часа три всего но такой коротенький день у меня будет ну какой уж получился неохота что-то стоять 34 часа лучше ехать хоть по чуть-чуть надвигаться ну правда на одно одно и то же вернее то на то и выходит все равно проехал там 8 часов какие разрешенные и стой жди следующая дня даже вот если с утра я например проеду ну в 12 ночи или в час ночи там начну проеду 8 часов остановлюсь время закончилось то мне нужно стоять аж до следующих 12 часов ночи чтобы открылся новый день и проехать следующие часы которые мне разрешаются а их может быть 6 часов или 8 или или 10 или ну сколько я ехал раньше я вам покажу как доеду стану покажу как у меня график как я работал не очень-то я работал ну да ладно вот поломался давай валик наверно съедем вправо никому не мешать вот так вот и будем правильными мальчиками поедем мы в обратном направлении опять на юг на портланд по пятерке вот так а куда буду ехать после загрузки вообще даже не представляю адреса нет ну как обычно узнаем после того как загрузились пасмурно сегодня ночью было холодно минус два все тут обмашинено ну как обычно и слева и справа в общем все здесь вольвы хонды тойоты шевролеты формы едем какое здание пузырь портланд все у меня Okey обслуживаюсь и что Продолжение следует... Через 7 миль свернем на какую-то дорожку. Продолжение следует... 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 И у меня времени осталось, как видите, всего 3 часа 23 минуты до цикла и на драйве. Что тут у нас? Так вот, завтра у меня будет время. То есть я сегодня вот это время выработаю. Или не выработаю. Ну, сейчас погрузки там будет примерно полчаса и поеду. Останется 2 часа с чем-то на езду. А завтра у меня 9 часов на работу. Плохо видно, наверное. Тут как-то так не очень-то ярко. Сейчас я попробую, может быть, яркости добавить. Но вряд ли что-то это даст. Ну-ка. Деты тут у нас. Может быть, так видней. Ну и вот. Значит, завтра я буду работать 9 часов. Послезавтра 9 часов 65 сотых. Ну, 9 с половиной часов. Потом 10 часов. 11. Где-то 20 минут. И так далее. Это при условии, что я буду вырабатывать полностью свое время. Если я не буду вырабатывать, то остаток времени будет переходить на следующий день. Ну, и так вот и до конца недели. Там у меня 8, 8, 7 и так далее. Вот это вот такой вот, такой вот он есть, этот лакбук. Ничего, конечно, сложного тут такого нету. Ну, поднапрягает. Ну, поднапрягает. Вот это время, shift до смещения. Как останется не 10.15, а 3.23, он начнет у меня съедать мое время до цикла и время на драйвинг. Вот такие вот дела у нас. Все, ожидаем. Надеюсь, я объяснил понятно. Ничего там сложного вообще нету. Такое все простое. Но это я рассказывал о рекепе. И рекеп, то есть движение от этого рваными часами, она наступает после того, как я отработал свою рабочую неделю 8 часов. На 8 часов мне дается 70, то есть 8 дней. На эти 8 дней 70 часов. Если я их не выработал, то остаточек перейдет на 9 день и то, что я проехал первый день. И так ступеньками на всех движется. Если сделать рестарт, ну, то есть сейчас вот я загружусь, встану на рестарт, отстаю 34 часа, то у меня появится новая полная рабочая неделя. 8 рабочих дней, 70 рабочих часов. Надеюсь, понятно. В общем, все просто. К этому быстро привыкаешь. Проблем не возникает. Так, и встал я на 28-ю дверь. И жду, когда погрузит. Так, грузит. Трясут машину. Смотрю на время. На драйвинг осталось, то есть до цикла 3 часа 48 минут. Ну, то есть как бы полчаса уйдет на погрузку и останется 3 часа 18 минут на езду. Я там наметил себе местечко, где я стану ехать туда. 110 миль, ну, час 50 показывает. Ну, это брехня, конечно, где-то хотя бы за 2,5 часа туда доехать. Ну, вот такой вот день у меня. Надеюсь, он пройдет благополучно и стану ждать завтрашнего дня. Продолжение следует...